Самый частый вопрос этого сезона, вино бродило всего лишь несколько дней, а теперь перестало. Что делать? С этим мы с вами сегодня и разбираемся. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству. И на деле зовут меня Светлана, я биолог по образованию. Винограда Ригенодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Для начала давайте разберемся, а что вас мешает? Почему оно все еще должно бродить? Потому что мало, чаще всего в этом сезоне в комментариях оглашается цифра 10 дней. На самом деле 10 дней это может быть вполне нормально и сроки брожения вина могут быть очень разные. Вообще просто очень и очень-очень разные. От чего зависит? Первое, от того, какие дрожжи вы используете. А если вы используете чистые культуры, то 10-14 дней это вполне нормально. Дикие дрожжи тоже прекрасно могут сбродить вино за этот срок при определенных условиях. Состав сусла, температура. Возможно, какие-то еще факторы будут влиять на то, сколько вино бродит. Сколько вы держали на мезге? На мезге вино бродит быстрее. Потом, когда вы снимаете с мезги, часть дрожжей там может остаться в осадке, их количество уменьшается. Тоже вы мезгу перемешивали, им там был доступ к воздуху, им было хорошо, комфортно. Тут уже воздух у них забрали, да, мы все перелили в бутыль. Уже появился спирт, уже не очень комфортно. И поэтому брожение может замедляться. А может быть, они такие молодцы, активные, весь сахар съели, всю свою работу выполнили. Ну, мавр сделал свое дело, мавр может уходить. В принципе, короткие сроки вас смущать не должны. Надо ориентироваться на другие вещи, на которые поговорим чуть позже. Второй момент. Почему вы решили, что оно вообще не бродит? А вот те, кто использует перчатки, опять же, да, вот что в комментарии. Перчатка там два дня ручкой помахала и сдумалась. Смотрите, брожение имеет две стадии. Сначала оно бурное, активно выделяется пена. Вот мы это замечаем при брожении на мезге, все прямо так бурлит, бурлит, бурлит. Если мы недолго держали на мезге, то у нас еще и бутыль может такой же перчатки макать. А потом она переходит в более медленную стадию. И эта стадия становится для нас менее заметна. Перчатки в этот момент, опускаясь, сначала же было бурно, мы в перчатках еще прокалывали дырочки. Да, потом выделение углекислого газа просто становится меньше. Особенно, если вы используете большие емкости и налили, например, наполовину. Понимаете, сколько надо углекислого газа, чтобы вот эту перчатку поднять. Вначале его было, процесс был бурным, потом он замедлился. Все, и вы уже не так видите это самое брожение. Повторю еще раз, перчатка, это вообще крайне не информативно. И перчатку можно использовать тем, кто вообще понимает процессы. Тем, кто не совсем их понимает, я очень рекомендую использовать гидрозатворы вот такого типа. Сообщающиеся сосуды. А другие типы гидрозатворов, они тоже не информативны. И там тоже часто говорят, вот перестало булькать, значит выражение остановилось. Вот здесь малейший вздвиг в уровне жидкости вы будете видеть. Поэтому начинающие, ну потратите немножко денег, это не так дорого стоит, но для вас это обалденный комфорт. Вот поверьте на слово. Так вот, брожение у нас может сильно замедляться, и это нормально. И вот эта вот стадия медленного брожения, она может быть достаточно долго. Вот бурная, да, но дни 10 примерно может идти. А дальше оно будет снижаться. Как его увидеть, как его понять? Ну, если вы используете ту же перчатку, вот у вас было с дырочками, возьмите другую целую и натяните ее плотно. И вы будете видеть, что она может быть чуть-чуть поднимается. Совсем немножко. Но, значит, выделение для кислого газа идет. А смотрим поверхность сусла. Вот видите, там пена. Значит, все нормально, брожение идет. Но это такое еще, я бы сказала, бурное брожение. И пена обильная. Вот второй пример, да, пена обильная. Здесь уже процесс близится к завершению. Вы видите, вот островки пенки. Вот, вот такие вот. Если вы видите такие островки пенки, на вашем сусли, значит, оно еще бродит. И все с ним в порядке. Ничего в таком случае делать не нужно. Ставьте его в уголок и отойдите от него подальше. Так будет спокойнее и лучше и вину, и вам. Если же мы все это посмотрели и понимаем, что наше вино все-таки не бродит, у нас перчатка не поднимается, у нас поверхность сусла абсолютно гладкая, у нас затвор, уровень одинаковый, туда и вину не бродит. Либо если оно еще и развернулось в обратную сторону. И здесь опять же давайте разбираться. А надо ли ему еще бродить? Может уже все в порядке? Дружи съели весь сахар, дружи молодцы, сделали свое дело и все, процесс закончился. Как узнать? Первое, конечно, можно попробовать на вкус. Если вы сахар ощущаете, значит явно не доброт. Второе. Берем хотя бы самую базовую, простую. Виномер сахаромер поплавок и тоже меряем сахар. Вот на шкалу алкоголя, пожалуйста, там не смотрите. Она не показывает. Нам показывает только остаточный сахар. Так вот, если мы видим, что сахар там есть 5%, 7%, да? Особенно если это большие цифры. Ну, маленькие даже, там 2. Так вот поплавку. Значит, сахар еще остался. Он не добродел. И брожение у вас остановилось. Рефрактометр в этом вам не поможет. Потому что рефрактометр реагирует в том числе и на спирт. И ниже 4-х брикс. Вам рефрактометр вряд ли вообще когда-нибудь покажет. Поэтому на него не ориентируйте. Пробуем. Понимаем, что сахар остался. Чего с этим делать? Опять же, давайте искать причины. Если вы добавляли сахар по рецептам, по этим бешеным, где добавляют конское количество сахара и делают, простите, сахарный сироп, да? То тут, ну, можно только развести руками. Можно, конечно, попробовать купить в магазине спиртоустойчивые дрожжи и немножко это добродетельно. Не факт, что получится. То есть здесь, я вам честно говорю, какого-то универсального рецепта нет. Вы накосячили. Что делать? Ну, можно попробовать дображивать. Можно пробовать оставлять так, как есть. Ну, так, как есть. Второй вариант. Ну, кстати, в этом случае вы сахара так будете чувствовать на вкус. Его много. Вообще, когда более-менее настраивается вкус, то процентов 5 сахара, даже 3. На вкус очень даже ощущается. Итак, мы с вами определили, что брожение точно остановилось. И точно в сусле есть сахар, который дрожжи еще способны переварить. Что с этим делать? В первую очередь, искать причину, что вы делали или не делали, почему это могло произойти. Первое. Понижение температуры. На последних стадиях брожения, когда уже спирта достаточно много, сахара немного, а дрожжам становится тяжело работать. И они становятся очень чувствительными к перепадам. Смотрите, если у вас изначально, вот у меня бывает там при 10, даже при 8, даже при 6 градусах у меня вина бродили. Я так хотела. И они бродили. Но они изначально были в таких температурах. Они к ним привыкли, они закаленные. Если у вас было там 20-25, потом раз резко похолодало, и это последняя стадия, то брожение может остановиться. Дрожжам нужно привыкнуть. Можно помочь. Немножко подогреть, но поймите, что не надо греть суперактивно. Надо дать им ту температуру, при которой они были, дать ее постоянно. Если не можете дать постоянно, то кратковременное нагревание – это плохо. Пусть стоит. Они приспособятся. И начнут дображивать. То есть, ну, это не такие приспосабливаемые. И тут лучше не мешать. Если есть возможность, ну, просто переместись в более теплое, да, в такое же, как было, то, пожалуйста, перемещайте туда. Следующее. Снимали ли вы с осадка? Если снимали, то вы сами, своими ручками, это брожение и уменьшили. Потому что вот этот вот мип, что в осадке там мертвые дрожжи, и вот они прямо, от них вино затухнет, не затухнет. Вино затухает по другим причинам. И дрожжи к этому имеют очень маленькое отношение. Но если вы сняли с осадка, вот там в осадке, да, действительно, там дрожжи. В том числе и живые. А те, которые мертвые, они являются, они разрушают свои клеточки и дают питателям вещества, витаминки живым. Вы взяли, все это убрали. Ну, классно, молодцы. Дрожжение остановилось. Вы количество дрожжей уменьшили. Да, вы еду у них забрали, отобрали. Вот оно у вас остановилось. Что делать в таком случае? Ничего. Подождите. Они там постепенно по дому размножатся и добродят. Кроме того, вы еще должны понимать процессы брожения и понимать их очень четко. Я уже сказала вначале, что вот идет стадия бурного брожения, активного. Потом уже начинают накапливаться негативные факторы в виде спирта. Да, сахара становится меньше и бродить становится сложнее. Кстати, вот здесь вставочка про тех, кто любит сахар поэтапно добавлять. Им уже плохо. А вы им сверху забрасываете. Как когда-то в мультике про Аладдина было, что там попугай, по-моему, все носился. Жирепечение, жирепечение. Вот когда вы досыпаете сахар, у меня сразу вот эта ассоциация, жирепечение, они не могут. Понимаете, им уже плохо. И вы этим добавлением сахара можете стимулировать остановку брожения. Оно потом заведется, тогда, когда вам не нужно это будет. Поэтому не делайте так. Если надо, добавлять сахар в самом начале и все. Вот какой чинаж запомните. В такой момент есть два типа дрожжей. Но сейчас мы говорим о диких дрожжах. Что может получиться с культурными дрожжами? Если сахара слишком много было изначально, а у них там определенный стоп на определенном уровне спирта, то опять же остановка брожения будет закономерной. Ну, кстати, потом и дикие могут подключиться. Вы их не взбивайте, вы собственно не стерилизуйте, а лишь изначально притормаживайте их действие. Поэтому тут может быть скачок и переход. То есть вот оно одни завершили свою работу, потом период покоя, потом вступили в следующем. Ну, а с дикими как? Кругленькие и длинненькие. Я только все время путаю, какие что делаю. Значит, первые размножаются очень быстро, очень активно. Но сбраживают сусла до определенного процента спирта, если не изменяет память, примерно до 8-9, может до 10. Все, на этом они заканчивают свою работу и уходят на покой. Приступают к работе следующие. Но они не так быстро размножаются. Им мешали вот те первые. Поэтому, чтобы доесть вот эти последние сахара, им надо время. Им надо нарастить нужную массу, они это будут делать медленно, но в итоге сделают, они прекрасно могут сбраживать и до 18% спирта. Только им нужно время. И на своей практике несколько раз мы замечали эти переходы. Вроде бродит, вроде бродит, останавливается, потом через некоторое время брожение заводится. То есть тоже можно ничего с этим не делать. Но если очень хочется, очень ручки чешутся, есть такой мною придуманный случайный способ, обалденно действенный. Кстати, им же можно проверить, вообще может бродить сусло дальше или нет. Примерно с 20-ти литровой бутыли, понятно, она у нас наполнена и не до верха, берете где-то полкрошечки сусла, чуть-чуть больше. Небольшое совершенно количество. И ставите в микроволновку. Ну, можно просто подогреть, вот чтобы оно было такое теплое, мини-горячее, градусов 40, выше, выше не надо. Да, немножко подогрели, и туда бросайте буквально чайную ложку сахара без горки. Вот немножечко. Как правило, сусло шипит. Вот если оно шипит, вот это в крошечке, все классно. Перемешиваем, заливаем обратно, закрываем через довольно быстрое время, у вас брожение заводится. И все будет хорошо, оно дображивает. А если не получилось, то, скорее всего, уже все набродило. Но если сахар остался, да, если вот, ну, мы понимаем, и он должен, вот я подчеркиваю, и он должен быть сброжен, то есть количество позволяет. Мы видим, что ничего не заводится, ну, несколько дней можно посмотреть, понаблюдать. Мы четко видим, ничего не происходит, а нам надо добродить. А заказом в магазине культурные дрожжи, но смотрим более высокую спиртуозность. То есть если там у них спирт на 9 закончился, у вас, скорее всего, там уже 9, а может и 10. Они просто не заработают. То есть если вот будет такой исключительный случай, то берите культурные дрожжи, которые способны добродить вот это вот. То есть если будет такая необходимость, то берите культурные дрожжи, которые будут способны добродить вот эти сахара. Но в большинстве случаев вам ничего из этого не придется делать. Как правило, как правило, все эти ваши вопросы, все эти остановки, все с ослом нормально. Смотрите, проверяйте, наблюдайте. Как я уже сказала, оставьте в дальнем углу, да, и пусть оно там стоит. И чем меньше его будет трогать, тем лучше будет и для вас, и для него. Но напоследок, если все-таки такая ситуация, сахар выбродил, еще раз повторяю, он может выбродить и за 10 дней, брожение точно остановилось. Что делаем? Снимаем с осадка. Может быть, там и снимать еще нечего. Но заливаем бутыль тогда под горло. Частый вопрос. Нечем долить воду, доливать ни в коем случае. Забудьте вообще, пожалуйста, если вы хотите делать вину, про воду забываем вообще. Разливаем по более мелким емкостям. В 20-ке разливаем по 10-ку, в 6-ку, в 7-ку, до хоть по 3-х литровым банкам. Ну, конечно, идеально, что чем меньше горлышко у ваших емкостей будет, тем лучше. Поэтому разливаем до верха. Ставим затворы. Отставляем в темное место и желательно, чтобы у нас было порядка 20 градусов. Потому что именно при этой температуре у нас будет хорошо проходить яблочно-молочное брожение. Это обязательный этап для красных вин, не обязателен для белых. Но это этап, на котором идет снижение кислоты. Вино становится мягче, приятнее, не кислее. Более округлое. Почему нам здесь нужен затвор? С одной стороны, чтобы видеть. С другой стороны, это брожение тоже идет с выделением углекислого газа. Оно не настолько сильное. Но если вы закрутите обычными пробками, вот особенно на 20-ках, на 10-ках, вот эти пластиковые пробки, они прекрасно стреляют. Не выдерживают этого давления. Поэтому лучше затворами. Не хотите уже использовать затворов. Хотя бы там раз в когда-то ходите, проверяйте. Например, чуть-чуть открутили. Слышите? Не надо открывать, опять же лазить туда. Чуть-чуть открутили. Там раз. Спустили этот газ лишний. Прикрутили. Ну, будьте осторожны с этим всем. То есть лучше затвор, та же перчатка плотненькая, чтобы воздух туда не попадал. А если идет какое-то выделение газа, значит вы это видите. Ну, вот, собственно, и все. Значит, проблемы, скорее всего, у вас нет. Но если есть, что вам делать, я рассказала. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще. Я вам оставляю ссылку на другие полезные видео. Ссылку на целый плейлист по домашнему виноделю, где есть абсолютно все. Также ссылку на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч.